Библейский портал экзегет.ру представляет Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, на библейском портале экзегет. И мы продолжаем вместе с вами изучать Евангелие от Луки. Сегодня читаем 18 главу. Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Прежде чем притчу прочитаем, сразу скажу, что Спаситель говорит, что молиться должно всегда молиться и не унывать. В каком-то смысле Господь призывает нас к непрестанной молитве. Когда мы поднимаемся утром, то надо не за мобильный телефон хвататься, не в новости какие-то погружаться, не какие-то сообщения читать, а прежде всего молитва ко Господу. То есть прежде всего наша связь с небом, с небесным миром, а не связь вот в этом человеческом общении, зачастую пустом. И так как мы легко скатываемся и каким-то злым мыслям, и какой-то суете, то Господь говорит, что надо всегда молиться и не унывать. А уныние это что? Уныние это как основа такой безнадеги, безнадежи. А если ты молишься, вот молитва уже предполагает надежду. То есть молитва, она противостоит унынию. Уныние – безнадежие, молитва – это надежда. Надежда на Господа, который всегда находится рядом с нами. Так вот, Спаситель произносит притчу, говоря, «В одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, защити меня от соперника моего. Но он долгое время не хотел, а после сказал сам себе, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». Ну, здесь притча, она очевидна по своему содержанию и не нуждается в особом объяснении. То есть, вот есть некий жестокий такой, равнодушный к людям судья, которому Бога не боится, людей не стыдится. То есть, совесть его спит. Совесть его спит, не пробуждается. Но одна настойчивая вдова все время приходит, приходит, приходит и докучает, и просит, просит. И ему уже так надоело, что вот она ко мне там пристала со своими просьбами. Ладно, вот, чтобы отделаться от нее, помогу ей. И просто вот по ее неотступности, да, он ей помогает, будучи сам жестоким, бесчеловечным, равнодушным по своей внутренней сути. И для чего Господь это говорит? «И сказал Господь, слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит...» То есть, судья-то что говорит? Вот, ну, просто чтобы отстала, помогу ей. Получается, даже жестокого можно упросить, чтобы он помог тебе. А ведь есть над нами тот, кто милосерден, кому имя-любовь, кто и сам хочет, чтобы человеку было благо, да, только подлинное благо. «Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» То есть, вот тут все взаимосвязано, да, и вот это вот, конечно же, Господь-то поможет, но если вера у тебя, сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле? И вот надо всегда молиться, да, а чтобы молиться, нужна вера. А вера – это по-разному, можно с разных сторон описать, что такое вера, но в том числе вера как живое ощущение живого присутствия Божия. То, что Господь действительно прямо сейчас рядом, я могу просто подняться и тут же помолиться Господу, и Господь эту молитву слышит. И Бог ли не защитит избранных своих? Ну, кого? Имеется в виду тех, кто стали своими, то есть, кто последовали за Господом, в данном случае, конечно, христиане, которые вопиют к нему день и ночь, потому что, допустим, индусы или буддисты, они вообще не вопиют. У них нет молитвы, у них там разные медитативные практики, вот самоуглубление, в какую-то вот такую гармонию, якобы в кавычках они погружаются, а Христос и Господь Бог им вообще не нужен при этом. А вот христиане, они как раз в молитве, молитва как личное обращение к личному Богу, не безликий какой-то абсолют, как там у экстрасенсов или этих мистиков восточных, вот. А именно Господь, который нас видит, слышит и любит, и мы к нему можем всегда обратиться, и Он откликнется. Но иногда кажется, что как будто вот это невозможно, да, вот поделюсь как-то. У жены моей был такой случай, ну, дети учились там далеко в гимназии, и вот одного студента семинария знакомого мы направили, чтобы он забрал там вот по пути дочку. А жена моя, она в это время в автобусе ехала по городу, и, значит, вот она созвонилась с дочкой, чтобы вот встретиться там у музыкальной школы. Ну и потом выходит, и вдруг видит, вот когда уже к музыкальной школе идет, что она забыла сумочку вместе с телефоном в автобусе, в котором ехала. И чего делать, и как, непонятно. То есть ситуация совершенно безнадежная, да, вот так абсолютно нерешаемая. То есть и телефон, там и паспорт, и кошелек, и все это в сумочке, и автобус уехал. Вот. А тут вдруг у нее почему-то такая странная мысль возникла, что вот сейчас привезут дочку мою, и она выйдет, и будет у нее сумочка моя в руках. Но по-человечески это же нереально, что тут же у нее сумочка там в автобусе, все, уехал. И вот проходит каких-то действительно 15 минут, вот студент привозит дочку, и выходит дочка с сумочкой мамы в руках. Оказалось, что, то есть Господь, он все время так вот устраивает, что если мы надеемся, то Господь не оставит, что водитель вот заметил, что кто-то сумочку забыл, смотрит. Ну там телефон, да. Да, а с кем последний раз, она созванивалась с дочкой, вот он позвонил, да, и оказалось, что, а за рулем студенту дали ему, и оказалось, что он как раз, водитель уже как бы развернулся, и в общем, студент говорит, а я как раз за вами еду. Вот я вижу, тот ему номер назвал своего автобуса, да, и вот они договорились там на остановке, он вышел и отдал он эту сумочку с телефоном. То есть иногда бывают такие, как бы, вроде бы простые чудеса посреди того, что происходит, но Господь показывает, что он нас не оставляет. Или вот я помню, один тоже друг, он закончил семинарию, и его направили в какой-то приход там посреди леса. И вот он говорит, вот все плохо, жениться не на ком, и вот ни с кем не получает дружить, да, не получается дружить, и не могу познакомиться. И говорит, мне кажется, что вот я чем больше молюсь, тем только хуже становится. Вот я попрошу еще, чтобы вот как-то Господь устроил, а мне все хуже и хуже. И отсюда получается, что как бы ты вовсе не молись. А потом проходит какое-то время, то есть надо было просто всего лишь потерпеть этот период и продолжать молиться, да. Вот почему Господь говорит, что вот как эта вдова приходила к немилосердному в суде, судья жестокий, все равно помог. А тут Господь по какой-то причине не исполняет просьбы. И в итоге, наоборот, все настолько у него, вот у моего друга поменялось, что он и прекрасно женился, да, там и трое детей, вот и сам стал священником, и проповедует, и тоже вот на эти вот притчи дает объяснение. То есть Господь по какой-то причине бывает иногда не сразу помогает. Иногда вот сразу, да, вот что-то случили, вот потеряла сумочка в тот же раз, и она находится. А иногда бывает, что Господь как бы откладывает, как будто не слышит. А для чего? А именно для того, чтобы дать нам какой-то урок, чтобы мы не просто, вот понимаете, если мы помолились и тут же нам подано, то мы и будем, расслабившись, сидеть на диване, да, и как будто Господь там, он у нас на побегушках, вот подай то, подай это. И получается так, что потребительское отношение, оно уничтожает в нас веру. А подлинная вера – это еще верность, верность Богу. А верность испытывается тогда, когда ты ничего не получаешь взамен, но ты все равно верен. Верен до конца, потому что ты любишь того, в кого ты веруешь. И вот для воспитания нашей души, для вечности Господь иногда как бы откладывает какие-то просьбы, а некоторые, может, даже не исполняют, потому что это нам не полезно. Бывают вот некоторые девушки, вот они приходят, вот помолитесь, чтобы Господь подал мне вот именно вот такого друга, вот я очень хочу, очень люблю. А потом действительно, начиная знакомиться, уже приходят и говорят, что вы помолитесь, чтобы он от меня отстал наконец, я с ним не хочу дружить. То есть люди просят себе, не зная, будет ли им это полезно. Вот они требуют, требуют, а когда получают просимое, то сами мучаются от этого. Поэтому лучше всего все верять в руки Божьи. И Господь, когда нужно, Господь, Он сам подаст. И так мы из этой притчи видим, что, конечно же, Бог защитит и поможет, и избавит. Только ты имей веру, а вера, она выражается в терпении. Поэтому ты лучше всегда вот молись. И как говорил преподобный Иоанн Лесточник, что долго молясь и не получая вроде бы просимого, не говори, что ты ничего не приобрел. Потому что самая молитва есть уже великое приобретение. Потому что ты в молитве общаешься с Господом. И твой ум, твое сердце занято не какой-то чепухой, да, не чем-то скверным, греховным. А это ты посвятил себя Богу. И само общение с Господом, оно есть уже величайшее сокровище. Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других. Следующую притчу. Конечно, в сердце уничижали других не обязательно, высказывали это вслух. Это притча о мытарее-фарисее. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Ну, вы, конечно, знаете, кто такие фарисеи. Такие блюстители благочестия, которые строго старались исполнять все предписываемое законом Божиим, ветхозаветным законом Божиим. А мытареи это те, которые как бы подстраивались под текущую политическую ситуацию, когда Иудея, она в составе Римской империи. Но Иудея не очень хотела, но вынужденно подчинилась. И вот собирали налоги для римского императора. А собирали через кого? Через как бы самих иудеев. И вот тут же нашлись такие добровольцы, видимо, тареи, которые собирали и часть брали себе. Им давался определенный процент взыскиваемых налогов. То есть они приспособленцы. И некоторые все-таки понимали, то есть совесть не до конца умерла, и они приходили и каялись в этом. И вот мы видим два вида молитвы, где как бы действительно формально он праведный, но один недостаток. Он считает, что он лучше всех. А в другое это вот этот мытарь, который формально совершенно неправедный и совершенно несправедливый. Но в нем пробуждается совесть, и совесть выражается в покаянии. «Фарисей, став, молился сам в себе так. Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть всего, что я приобретаю. Вот такая как бы молитва уже как похвальба. Я вот и того достиг, и этого достиг. И я вам скажу сразу, даже вот сразу уже скажу, что одно из величайших таких вот преткновений, заблуждений, это когда вот ты начинаешь считать, как бы подчитывать, чего ты достиг. Вот если ты начинаешь внутренне замечать, вот я и здесь уже преуспел, и вот в том уже преуспел, то это ложный путь. Это значит, что где-то закралось уже самомнение, и ты начинаешь смотреть на себя, как на преуспевшего. И Господь, кстати, очень быстро это обрушит, попустит какой-то грех, преткновение, и тут же ты увидишь, что сам ты по себе ничто, потому что полагался на себя, и не можешь ты сам себя на самом деле спасти. Вот один молодой человек, вот мне рассказывали, он как бросил курить, а курил он там, бывало, даже дома в туалете, и вот он, когда бросил, он сигарету так вот приклеил к двери, так перечеркнул и написал, я сам. А через год опять начал курить. И вот оно твое, я сам. Сам человек не может вытянуть себя. Лучше обращаться к Богу. «Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но ударяя себя в грудь, говорил, Боже, будь милостив ко мне, грешнику, сказывай вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится». И вот мытарь, он видел свою греховность, то есть она была для него очевидна, и поэтому он так вот от самого сердца, от глубин души своей молился по-славянски «Боже, милости в буди мне, грешному». Так мы произносим, это одна из молитв важных, не только молитв Иисусовых, вот можно именно эту молитву произносить или чередовать, в разное время молиться разными короткими молитвами «Боже, милости в буди мне, грешному». И когда вот ты видишь свое прегрешение, то грехи других людей для тебя уже незначимы. Какая тебе разница, как там живет другой человек, грешит в чем другой человек, если ты сам идешь в ад из-за своих грехов, то тебе дела нет вообще. Для тебя вот твоя собственная болезнь, она на первом месте, да, вот как зубная боль, когда-то она все внимание привлекает, да, и тебе уже не так важно, болит ли там еще что-то у тебя, да, или даже там у другого человека. То есть вот твоя личная боль, она все внимание привлекает. Вот так, и когда человек видит свою греховность, он перестает обращать внимание на грехи других людей. А тот, кто не видит своих грехов, вот получается фарисей, он не видел грехов своих. Вот в чем его ошибка. То есть он жил иллюзией. Вот гордыня – это прежде всего иллюзия, как такой мыльный пузырь, раздутый, знаете, можно мыльный пузырь очень большим сделать, такой, да, вот он будет потихонечку лететь в воздухе, переливаться красивыми переливами, потом хлоп и нет. Был большой мыльный пузырь, а вообще ничего не осталось. Вот это иллюзия нашей гордыни, раздутой гордыни, которая тоже переливается, кажется таким чем-то величественным, а потом хлоп и ничего нет, ничего не осталось. То есть гордость – это ложное самовозрение. Поэтому каждый, кто возвышается об себя, он в итоге будет унижен, посрамлен. А унижающий себя, тот, кто заранее старается увидеть свои грехи, понять свое падение, и вот исходя из этого молиться, тот, того Господь возвысит. Вот преподобный Паисий Святогорец, вот как-то объясняя вот тоже эту притчу, он говорил, что каждый, кто прошел через большие грехи, то у него в каком-то смысле есть такая вот прекрасная платформа для здания духовной жизни, потому что грехи его, которые Господь попустил ему, они его смиряют. Тогда как человек, который вот не видит этих грехов за собой, он не может смириться, он впадает в какие-то, в самовозношение, и это уже величайшее падение. Но при этом, правда, святой Паисий Святогорец, он пояснял так, что люди, которые прошли через большие грехи, при этом еще и гордятся и осуждают других, то у них, говорит, грехи, падение мытаря, а гордыня фарисеева, то есть как бы двойные дарования в кавычках. То есть они и мытарева грехи без покаяния имеют, но и при этом фарисейскую гордыню и осуждение. Вот это самое страшное. И хуже всего, что это действительно у нас есть. Мы не каемся, как мытарь, не каемся, имея те же грехи, а может, еще и хуже. И при этом смотрим на других людей свысока, вот как смотрел фарисей. Так что будем молиться Господу молитвой вот этой смиренной, покаянной Божьей милости в буде мне грешному. Приносили к нему и младенцев, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, возбраняли им. Почему приносили? Чтобы благословил. И это предписывалось Ветхим Заветом, чтобы дети были благословляемы. А ученики, видимо, хотели дать какой-то покой своему учителю божественному, потому что где младенцы, вообще все время было много людей, а тут еще несут детей, а дети плачут. И они думали, что они этим нарушают покой Христа. Но Иисус, подозвав их, сказал, «Пустите детей приходить ко мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие». И вот это очень важные слова. Вот, к сожалению, иногда смотришь, как молодые родители приносят детей в храм, и, конечно, ребенок где-то он может подать голос свой, иногда заверещит или что-то спросит, а тут же некоторые, насупившись, цикают, шикают на них. Получается, что маленькому ребенку ему как будто не место в храме. Но вот верно говорили, что храм, в котором нет маленьких детей, не имеет будущего. Понимаете? То есть, если в храме уже есть маленькие дети, то у этого храма есть будущее. А если на них будут тут же шипеть, цикать и с такими суровыми лицами, суровым взглядом их окидывать, что вот мы такие правильные, как вот тот фарисей, а детям тут не место, то это что-то жуткое. Вот не надо пустить детей приходить ко Христу и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. «Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». И смысл очевиден этих слов. Ну, вы скажете, так ведь дети же там и капризничают, да, и не слушаются, все верно, они и капризничают, и не слушаются, но при этом, понимаете, вот дети, у детей очень открытая, простая и нековарная душа. Взрослые – это существа коварные, двуличные, то есть взрослый может одно как бы на словах, другое там припрятывать и лицемерие, и предавать, обманывать, а ребенок, даже если он не слушается или капризничает, он все равно понимает, что родители для него это все, да, он не уйдет, он любит, искренне любит своих родителей и не хочет их потерять, а вот взрослые, они легко могут кого-то предавать, с кем-то расставаться, вести какую-то двуличную политику, да, говорить одно, придерживать что-то за глаза другое, строить коварные планы, и получается, что весь мир, он как из таких вот предателей, лукавых, таких вот подонков, и весь мир исподлился, а спаситель говорит, что вот вы будьте как дети, простыми, беззлобными, искренними, и дети бывают, знаете, вот они чуть-чуть там поссорились друг с другом, а через пять минут уже играют, как ни в чем не бывало, они уже забыли то, что там было, злопамятности нет, поэтому кто не примет царствие Божие как дитя, тот не войдет в него, вот еще святитель Игнатий Бринчанинов, он давал такой совет, говорит, вот если хочешь молиться правильно, то ты вот молись как ребенок, не какая-то высокомудренная молитва, наполненная какими-то изысканными словами, богословскими словами, это, кстати, преподобный Исаак Сирин вначале говорил, и святитель Игнатий повторяет, а пусть это будет как простое такое вот детское лепетание перед родителем, то есть от простого искреннего сердца, как такой непосредственный порыв души, и вот так вот и обращайся, без всякого суемудрия, с простыми детскими фразами, детскими просьбами ко Господу, и вот такая молитва, она как раз будет и внимательная, и сердечная, надо бы нам стараться про это вот не забывать. И спросил его некто из начальствующих, учитель благой, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус сказал ему, что ты называешь меня благим, никто не благ, как только один Бог. Вот если сравнить с другими евангелиями, там упоминается, что это был юноша, юноша, но уже начальствующий, то есть способный, образованный, и у него возникло вот у этого начальствующего юноши какое-то уважение ко Христу, но немножко двойственное было отношение, то есть он идет задать вопрос, он хочет наследовать жизнь вечную, и это прекрасно, его мучает вопрос, что делать, чтобы наследовать жизнь вечную, но при этом полной веры во Христа как Сына Божия у Него нет, и поэтому Иисус и говорит, что ты называешь меня благим, никто не благ, как только один Бог, потому что благость, согласно Священному Писанию, это одно из свойств Божьих, Бог есть благой по природе, Господь не может быть по природе неблагим, злым, да, а вот люди и так и сяк, и человек бывает благим только когда вот нечто Божие принимает, когда Божию благодать воспринимает, и Спаситель пытается вот этому человеку внушить вот ту мысль, что если он обращается как к благому, то надо признать, что Спаситель как Иоанн Богослов говорит, что вот он не от нижних, а от вышних, да, что он есть сын, единородный сын предвеченного отца. И дальше Господь ему говорит, в общем, то, что в принципе и должен знать этот юноша, знаешь заповеди, не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь твою. То есть Спаситель перечисляет фактически из десяти заповедей некоторых, некоторые заповеди, причем на первом месте это воздержание от блудных грехов, то, что это вот то, что и в молодом возрасте, да и в любом возрасте оно растлевает и все уничтожает, да, то есть вначале даже не прелюбодействуя, потом не убивая, потому что прелюбодействуй, вообще блудные грехи это и есть начало смерти среди людей, такой духовной смерти. Он же сказал, все это сохранил я от юности моей. И действительно, он вел такой, в общем-то, благочестивый образ жизни. Услышав это, Иисус сказал ему, еще одного не достает тебе, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, следуй за мною. И вот тут очень интересная вещь, братья и сестры. Фактически, вот сейчас вот мы читаем, ведь Спаситель призывает его стать не просто своим учеником, а стать апостолом, потому что именно апостолы оставили все и последовали за Христом, вообще все апостолы. И Спаситель видит, что этот юноша может быть среди его апостолов. Кто сказал, что апостол вот ровно 12 и все, что 13 это несчастливое число, ну, магии в Священописании нет. И, конечно же, этот ученик тоже был призван, вот этот юноша начальствующий, чтобы стать подлинным учеником. Но, как мы видим, он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. И в данном случае получается так, что Господь призывает, а вот сам человек откликнется или нет. И вот иногда мы, когда читаем Священное Писание, ну да, вот там Петр призван, Андрей, да, Филипп, Арфоломей, вот и прочие, там, и Иоанн Богослов. И, ну, мы смотрим это как бы на некую такую вот как судьба, да, вот это вот их судьба. Вот они призваны, и поэтому избежать этого было невозможно, и вот так вот они пошли. А оказывается, нет, тоже добровольный отклик от них ожидался. И Матфей мог и не последовать за Христом, да, и Петр мог продолжать свою рыбную ловлю, и другие. то есть, не только призвание Божие, но и отклик человеческий важен. И вот в данном случае, пожалуйста, тоже призван, но не захотел последовать. Почему? Потому что был привязан к богатству, не просто был очень богат, да, ну да, вот он был очень богат, чем больше богатства, тем больше соблазна, и больше привязанности к этому богатству. Из-за этого опечалился. Иисус, видя, что он опечалился, сказал, «Как трудно имеющим богатство войти в Царство Божие». Ну, конечно, легче тому, кто не обременен, не обременен этим, да, и меньше попечений о сохранении богатства, и обычно вот те, кто и бизнесом занимаются, вот они все время думают, куда вот пристроено, какие там проценты, вклады, ценные бумаги, вот, и все настолько вот встроено, что лишних денег просто нет, а при этом какая-то борьба с конкурентами, неспокойный спишь, а потом кто-то обманывает, предает, и где-то рушится бизнес, и кажется, что все, вот крах, а это иллюзорные представления, когда человек жил без этих богатств, то не было этих переживаний, и он был более счастлив. Действительно, трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие, ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Вот было несколько, конечно, таких вариантов объяснения, и то, что это ну как бы такие вот тесные ворота, да, и, кстати, в Иерусалиме, там, где Александровское подворье, там сохранилась часть стены, судные ворота, ну как бы вот это вот, и в том числе рядом, как игольные ушка, очень тесный такой проход, ну по-разному все говорят, что там верблюда, конечно, тяжело, но маленького, наверное, можно протянуть, а говорят, что если, в общем, то ли в ночное время, то ли там в какое проходили, то, что ты на себе пронесешь, это не облагается налогом, да, а если вот надо что-то, проходя через это отверстие, снять с себя, да, то вот это уже налогом облагается, но на самом деле там были еще и другие версии объяснения, вот по-гречески, вот там думают, что может быть там была путаница в одной букве, имеется в виду не верблюд, а корабельный канат, канат, который не продеет через игольное ушко, вот, но это тоже только как версии, в общем, некоторые ученые смотрели, что в Талмуде был такой уже образ, только там не верблюд, а слон, слон, который не может пройти через игольное ушко, и мысль такая, что бывают некие вот абсурдные вещи, которые в принципе невозможны, да, и мы понимаем, что через игольное ушко никогда верблюд в принципе не пройдет, то есть это для него невозможно, также и тому, кто понадеялся на богатство, кто растворился как бы своей душой в этом богатстве, тот никогда не войдет в Царствие Божие, а сердце должно быть свободным от этого и обращенным всецело к Богу. Слышавшие сие сказали, кто же может спастись, да, вот из наших слов уже следует, что это крайне трудно для тех, кто привязался к богатству, но он сказал, невозможное человеком возможно Богу, то есть да, это нам тяжело, это невозможно, и люди, хочешь или не хочешь, они всегда к чему-то привязываются, но если такой человек все равно обращается к Богу, то Господь старается его спасти, просто человек проходит через страдания, через скорби, чем больше привязанности, тем будет больше болезнь, сердечной такой боли, разрываясь с тем, к чему-то привязался, нужно все понимать, что все возлагать на волю Божию, передавать, и если ты чего-то теряешь, рушится бизнес, то это Господь тоже так устраивает, освобождает тебя и подаст тебе что-то более тебе подходящее, если Господь забирает близкого родного человека, то это не значит, что человек вообще забыт или как исчез, Господь его к себе забирает, а тебе некий опыт тоже жизненный, понять, что привязываться к земному нельзя, вот как тот же святитель Игнатий говорил, что когда странник, ну вот куда-то мы едем и останавливаемся на время в гостинице, и что же, вот вы остановившись в гостинице будете наводить там дорогие ремонты, как-то украшать стены какими-то дорогими обоями или ковры покупать и вешать на стены этой гостиницы, новую мебель туда, чтобы получше мебель стояла в этой гостинице, вы же там временно живете, немножко пожили, оставили эту гостиницу и направились дальше, так вот, наш мир это и есть как некая гостиница, которой привязываться очень глупо, ну вот, что-то вы приобрели, да, и вот будете все время украшать, там, вешать, зарабатывать, работать, а для этого работать, 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 и забывать про молитвы, про богослужение, а для чего столько работать во внешнем, истощая свои силы, чтобы побольше заработать и украсить вот эту вот гостиницу, а потом раз, опять вышли из нее, и все, и к чему было украшать, заставлять этими дорогими вещами гостиницу, вот человек, он предназначен для неба, а земная жизнь, это временная гостиница, поэтому привязываться никак нельзя, и нужно понимать, что мы здесь путники, странники, а чтобы, а самое-то страшное, если ты вообще через эту гостиницу прошел, так сказать, и вместо того, чтобы наверх, то вниз, в ад, потому что про Бога вообще не вспоминал, то есть надо всегда знать, к чему стремиться, да, чему посвящать свое сердце. Петр же сказал, вот мы оставили все и последовали за тобою, то есть Петр действительно говорит, потому что они оставили все это, и Спаситель отвечает, Он сказал им, истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царствия Божия, и не получил бы гораздо боли все время и век будущий, жизни вечной. Тут, может быть, не совсем понятно, да, что значит оставили. Это не значит, что вот именно забыл и все, и ушел в монастырь, там как, сами как хотите. Нет, это именно значит, что переместились внутренние вот акценты, что на первом месте, что на втором, да. Если Бог будет на первом месте, то все остальное будет на своем месте, и все упорядочится. А если вот живет, допустим, неверующий человек, и вот он женился, да, и думают, что вот жена, это все как бы, да, вот, а пройдет какое-то время, а вдруг жена сбежит от него, и тогда что, жизнь рухнула, да, или кто-то, или вот умерла, или еще чего-то. И для такого неверующего человека это крушение всех планов. А для верующего он понимает, что нет, потому что на первом месте Господь, который и жену тебе подает, и детей тебе подает, и то, что на земле, все это от Бога, поэтому речь идет опять-таки о том, чему мы привязываем свое сердце в первую очередь. Отозвав же двенадцать учеников своих, сказал им, «Вот мы восходим в Иерусалим, и совершится все написанное через пророков о Сыне Человеческом, ибо предадут его язычникам, и поругаются над ним, и оскорбят его, и оплюют его, и будут бить, и убьют его, и в третий день воскреснет». Вот они идут, направляясь к Иерусалиму, и спаситель уже более прямо говорит, что последует. А какая реакция? Но они ничего из этого не поняли, слова Сили были для них сокровенны, и они не уразумели сказанного. Вот они идут, и спаситель прямо говорит, что его ожидает страдание, смерть в немощи, а потом на третий день воскресенье. Но люди даже когда читают написанное у пророков, и тут сказано, что он говорит, совершится все написанное через пророков. Но люди замечают то, что им удобно, что им выгодно в данный момент. И вот ученикам в тот момент было удобно находиться рядом со спасителем, который ни в чем их не оставил. Они не терпели никакой нужды. Им казалось, что Господь, который всех исцеляет, который воскрешает мертвых, умножает чудесным образом хлеба, что в принципе он не может претерпеть вот такие немощи, когда над ним будут издеваться и его убьют. Это казалось чем-то невообразимым, поэтому слова для них сокровенные, они не уразумели сказанного и как бы пропускали мимо ушей. Это впоследствии они уже оценивали, вспоминали, и поэтому слова эти были записаны учениками в Евангелии. Когда же подходил он к Иерихону, вот как раз по пути в Иерусалим, один слепой сидел у дороги, прося милостыни, и услышав, что мимо него проходит народ, спросил, что это такое? ему сказали, ну то есть вот он не видит, зато слышит, что вдруг идет много людей. Ему сказали, что Иисус на заре идет, тогда он закричал, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Он фактически исповедует Иисуса Мессии, Христом, потому что сын Давидов, это так могло относиться только к Мессии, Мессии исповедовался как сын царя Давида, потомок, и вот он буквально кричит, невзирая на то, что там кто-то рядом, шедшие впереди заставляли его молчать, получается, что в процессе, где те, которые спереди, пока достигли него, и они говорят, зачем ты кричишь, мол, неприлично, не надо, но он еще громче кричал, сын Давидов, помилуй меня, вот когда мы обращаемся ко Господу, да, то понятно, что мы не будем, конечно же, внешне кричать при людях, потому что тогда получается, что мы привлекаем к себе внимание людей, но сердце наше, оно должно кричать именно к Богу, обращаясь вот от боли сердечной с молитвой Иисуса, вот этот слепой Иерихонский, он как прообраз тоже тех, кто молится молитвой Иисусовой, он Иисусу как сыну Давидову, а мы молимся Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного, он тоже взывал помилуй меня, и собственно говоря, вот святые отцы когда толкуют, они говорят, что ведь мы все в каком-то смысле слепые, и тоже нуждаемся в духовном прозрении, и поэтому мы молимся, чтобы Господь отнял от нас греховную слепоту. Иисус, остановившись, велел привести его к себе, и когда тот подошел к нему, спросил его, чего ты хочешь от меня, он сказал, Господи, чтобы мне прозреть, Иисус сказал ему, прозри, вера твоя спасла тебя, и он тотчас прозрел, и пошел за ним, славя Бога, и весь народ, видя это, воздал хвалу Богу. Видите, Господь, конечно же, понимал, чего хочет этот человек, но он его спрашивает, а почему так? Потому что для Бога все-таки важно, чтобы мы выражали желание своего сердца. Человек сотворен Богом не только с умом, с сердцем, но и с волей, а воля должна чего-то произволять. Вот чего ты хочешь от меня? Он говорит, Господи, чтобы мне прозреть. Иисус сказал, прозри, вера твоя спасла тебя. То есть, он веровал, поэтому прозривает, и Господь ждет, чтобы мы тоже нашу волю на что-то благое обращали, чтобы мы в молитве выражали свою волю, и выражали именно пред Господом, и прежде всего, конечно, духовного прозрения и спрашивали, так как, не имея этого прозрения, мы не понимаем, в чем мы грешим, не видим, соответственно, в чем нам кавится, от чего освобождаться, и как совершать путь духовной жизни. И вот весь народ, видя это чудо, воздал хвалу Богу. Воздадим и мы Господу Богу хвалу, и поблагодарим Господа, что Он дает нам возможность изучать Священное Писание в следующий раз мы будем читать и объяснять девятнадцатую главу, а вам, дорогие братья и сестры, всего самого доброго, храни вас Господь. господа, ублажать, господа, и человек, и у Продолжение следует...